Приветствую всех на моем канале Татьяна Теме. С вами юридические новости. Если вы желаете поддержать мой канал, ссылка в описании. Итак, новый порядок назначения пенсии. Почему многие люди теперь рискуют получить заниженную пенсию? За последнее время пенсионное законодательство заметно изменилось в сторону упрощения процедуры назначения пенсии. В перспективе планируется окончательно избавиться от очередей в клиентские службы социального фонда РФ. А все пенсии назначают только в автоматическом режиме, когда гражданину не требуется подавать заявление и представлять кипу подтверждающих документов. Пенсия будет рассчитываться исключительно по тем сведениям о стажей заработки гражданина, которые имеются в распоряжении социального фонда РФ. На данный момент эта модель уже частично реализуется в автоматическом режиме, сейчас назначаются страховые пенсии по инвалидности. Статья 25.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ о страховых пенсиях и досрочной пенсии по старости по направлению от центра занятости населения. Статья 32. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года номер 1032.1 о занятости населения в Российской Федерации. Предусмотрено, что обычная страховая пенсия по старости по достижению общего пенсионного возраста может назначаться в автоматическом режиме, если гражданин подаст заявление о ее назначении через госуслуги и даст соответствующие согласия на расчет пенсии по данному переучета. Статья 22.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 года номер 400 ФЗ. По всем неоспоримым, при всем неоспоримом удобстве автоматического порядка назначения пенсии нельзя не признать, что из-за него многие граждане рискуют пенсию в заниженном размере. Дело в том, что при расчете пенсии, которая назначается без заявлений, Социальный фонд РФ оперирует исключительно сведениями, которые отражены на индивидуальном лицевом счете гражданина. Прежде всего, о периодах стажа и заработки до 2002 года, а также о суммах страховых взносов начисленных гражданину начиная с 2002 года. В свое время органы Пенсионного фонда Российской Федерации проводили масштабные проверки трудовых книжек и других документов работающих граждан, чтобы все сведения об их стаже и заработке были включены в индивидуальный лицевой счет гражданина. Но, тем не менее, вероятность, что у отдельно взятого гражданина отражены на индивидуальном лицевом счете, далеко не все периоды его стажа остаются весьма высока. К чему это в итоге приводит? Недавно ко мне обратилась женщина с такой проблемой. Ей назначили досрочную пенсию по старости по направлению из Центра занятости населения по новому порядку, то есть в автоматическом режиме. С февраля 2022 года она получала выплаты, а после того, как ее перевели на обычную пенсию по достижению пенсионного возраста, запросила в Социальном фонде Российской Федерации подробный расчет своей пенсии. И выяснилось, что несколько периодов стажей ей не учли, поскольку на индивидуальном лицевом счете не было сведений о них. И теперь максимум, что она может, это представить в Социальный фонд Российской Федерации документы, подтверждающие эти периоды, с заявлением о перерасчете. Но перерасчет пенсии производится только на будущее время, с первого числа месяца, следующего за обращением. Поэтому деньги, которые она недополучила за прошлое время, вернуть уже не удастся. Чтобы не допустить подобной ситуации, нужно, во-первых, заблаговременно до назначения пенсии изучить свою выписку из индивидуального лицевого счета. Ее можно заказать на портале госуслуги. Во-вторых, если в выписке отсутствуют какие-то сведения о стаже или заработке, подать заявление в Социальный фонд Российской Федерации о корректировке и дополнении сведений в индивидуальный лицевой счет.